Ей подавать команду голосом стоять тоже нужно, да? Да, да. То есть голосовая команда, ты сама останавливаешься. Опять же, ты держишь за два повода или за один? За два. Ты же будешь верхом управлять двумя поводьями. Ну, эти моменты тоже дьявол кроется в мелочах. Стоит кукла, стоять. Молодец, кукла. Прошагнули. Сильно не обгоняй, то есть ты чуть-чуть сделала движение вперед, как бы плечами, как будто ты хочешь пойти вперед. И лошадь должна уже синхронно двинуться с тобой. Стоит кукла. Попробуйте теперь осаживание. Тоже, опять же, двумя поводьями, да? Да, да. Вместе с ней синхронно отходишь назад, сохраняешь свое положение. И вперед. Много не надо. Просите изначально, например, когда вы лошадь обучаете, по чуть-чуть. То есть один-два шага. Старайтесь делать остановку в осаживании тогда, когда лошадь смягчилась. И вы поняли, что лошадь мягко уступила. То есть, если лошади все еще продолжают упираться в железо, грудь выпучивают вперед, сделают вроде осаживания, но это не рабочий вариант. То есть она практически не уступила. Сейчас момент. Так, немного, не торопимся, да? Да. И можно сказать шагом. Шагом. Кукла шагом. А, да, я забываю давать голосовую команду стоять, да? Угу. Шагает, кукла шагает. Не забывай, что ты и сама, когда хочешь лошадь похвалить, хотите сделать какой-то перекус, ур, расслабляй плечи, свое дыхание, расслабляем. И просто показываем лошади, что мы на данном этапе отдыхаем. Молодец, умница. Умница, девочка. Умница, девочка. Умница. 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 Продолжение следует...